Есть Кинишма, есть село Октябрьское, тюрьма и водоразборные сооружения в нем, а есть дорога, которая соединяет эти объекты между собой, и она рискует обвалиться. Насыпь над оврагом подмыли дожди, грунт просел, сооружение, возведенное, как говорят местные жители еще при царе Горохе, рискует осыпаться, оставив село без связи с внешним миром. И не было бы ничего проще отремонтировать и все, но хозяина у дороги нет. В муниципальную собственность она еще не перешла, а у баланса держателей в службе исполнения наказания нет ни денег на ремонт, ни специалистов его провести. С 131-м законом определены наши полномочия, и в том числе там содержание автомобильных дорог, которые находятся на территории поселения. И в связи с тем, что эта дорога, хотя и принадлежит балансованию нам, все равно за ответственность за ее содержание, поскольку на территории, на все равно пункты нашего поселения мы несем ответственность. Сезонная проблема в этом году стала угрожающей. Опасаться действительно есть чего в августе этого года в результате дождей. Подмыло дорогу над Пестовским оврагом в Кинишме. Тогда под колесами иномарки земля буквально разверзлась, и в плену котлована оказались трое кинишемцев. Машину доставали сначала эвакуатором, потом краном. Обрушение вызвало утечку газа, аварийный участок перекрыли. Пострадал также и водопровод. Несколько домов и два детских сада в микрорайоне Томна остались без воды. Провалившийся асфальт разрушил 250 метров теплотрассы. Была прекращена подача горячей воды в Кинишемской ЦРБ. Трагедия случилась отчасти потому, что власти вовремя не отреагировали на тревожные звоночки. Сейчас местные чиновники взялись за участок у Октябрьского. Сузили дорогу, укрепили ее края, собираются укладывать асфальт. Вот только будут ли эти косметические меры действенны, пока не ясно. В дальнейшем будем планировать первое это изыскательские работы для того, чтобы понять, что делать в дальнейшем с этой дамбой. То ли она требует капитального ремонта, то ли будет достаточно сил и средств для того, чтобы просто ограничить дальнейшее размывание грунта. Все это должны сказать специалисты. Сначала асфальт, затем исследования, потом спасительные меры. Руководство УФСИН пока будет собирать документы, чтобы дорога стала муниципальной собственностью. Скорее всего, промыв, это получился от грунтовых вод. От грунтовых вод, которые где-то там внизу, видимо, промыли от грунт, от чего произошло осыпание. Ну и получилось там, что оседание дороги. Каждую весну проходит оседание дороги. Может быть, неудачное решение самого строительства этой дамбы. Но с этим нужно работать специалистом, мне кажется. Если дорога обвалится, жители Кинишмы и Наволок останутся без воды, рассказывает Алексей Дреницын. Во враге нет никаких коммуникаций, там не проходят трубы. Только ливнисток. Нет важных развязок. Но по этой дороге к городским водоразборным сооружениям грузовики доставляют необходимые растворы. Объездных путей нет. Дело в том, что, как я уже говорил, что поставляются химориагенты, без которых наше производство, в принципе, работать невозможно. Сульфат алюминия в жидком виде поставляется из города Гастамы. В среднем 150 тонн в месяц. Это где-то 6 бочек. Региональный комитет по транспорту после проверки счел дорогу потенциально опасной и запретил движение по ней пассажирских автобусов. Если ситуация не изменится, грузовикам с реагентами путь к станции будет закрыт и город пересохнет. Мария Смирнова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.